МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Глядь, а денег-то и нет. Я уже и сумку вот эту, кстати сказать, всю прошукала, и по карманам посмотрела, нету. Я сроду вашу честь копейки не взяла, меня все знают, я честная. Наталью Абрамову обвиняют в краже денег, которые предназначались для выплаты пенсии пятерым ее односельчанам. Но девушка не признает вины, утверждая, что стала жертвой трагического стечения обстоятельств. По мнению Наташи, деньги украла ее мать, действуя в сговоре с местным участковым. У нас в классе девочки стыд и срам. Он взял и перед всем классом помочился на учебник математики. Шубин, это позор! 16-летнего Петра Шубина, обвиняя в том, что он напал на учительницу, заклеил ей рот скотчем и жестоко избил. Петр говорит, что сорвался. Учительница довела его постоянными придирками и унижениями. Так ли это? Что на самом деле произошло в классе в тот день? Судье предстоит узнать много неожиданного. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Абрамова Наталья Сергеевна. Полных лет сколько? 16. Обвиняешься по части 2 пункта в статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении кражи. Так, 5 февраля 2018 года ты украл 92 476 рублей, которые предназначались для выплаты пенсии пятерым жителям населенного пункта, где ты проживаешь, чем причинило значительный ущерб гражданам. Вину свою признаешь? Нет, я не признаю вину. Это стечение обстоятельств. Понимаете, просто у нас у мамы пятеро детей. Ну, я старшая. Я помогаю маме. Мама работает почтальонше. Я, естественно, помогаю, потому что у нас зимы вьюги, холодные, по полгода зимы. И сумка, естественно, тяжелая. Я таскаю. Но мне никогда никто не позволял самой пенсии разносить. Я всегда была с мамой. Я вообще не знаю, кто мог пенсии вытащить. Расскажи, пожалуйста, что произошло 5 февраля? Ну, мы с мамой пошли раздавать пенсии. Я тащила сумку. Мы нашли до первого адреса. Там у меня дико разболелся живот. Я побежала домой. Ну, вы меня понимаете. Но мама пошла дальше. И потом я вышла за хлебушком, когда мне стало получше. Там уже бабы шушукались, что кто-то вытащил пенсии. И вообще, я думаю, я думаю, что это моя мама украла деньги, потому что только у нее был доступ к этим деньгам. А понимаете, мы с копейки на копейку живем. Как я уже сказала, у нас у мамы пятеро. Мужа у нее нет и никогда не было. Бабушка с дедушкой умерли. И мама со мной делилась вот этими планами, что хочет украсть деньги. Но она всегда прибавляла, правда, что, типа, если брать, то надо бежать. А бежать некуда. Да что ж ты врешь-то, Наталья? Я сроду чужие копейки не взяла. Я всю жизнь почтальоном работаю. Меня каждая собака на поселке знает. Как мне людям-то потом в глаза смотреть? Как тебе не стыдно? Наташа, скажи, пожалуйста, а ты вот считаешь, что твоя мама-то украла деньги, предназначенные для выплаты пенсии. Только вот что-то странное. Почему же тебя-то здесь вот судят? Я скажу. Я сейчас все расскажу. Просто моя мама сейчас встречается с нашим единственным полицейским в деревне. Она уже два месяца с ним вместе. Твою-то какое дело? Она вместе с ним уже два месяца. И я сразу поняла, сразу поняла, что он захочет ее выгородить. А подставят меня, конечно. И мама не пожалеет. Поэтому я убежала, куда глаза глядят. Вот и все. Товарищ прокурор, ну вот как-то так получается у нас. Убежал человек, куда глаза глядят. Ничего не делал, ничего не крал. Даже еще указывает, кто украл. Версия интересная, да. Только несостоятельная совершенно. Дело в том, что сейчас, как сказала, побежала, куда глаза глядят. А глаза ее, знаете, куда поглядели? В Абхазию. В Солнечную Абхазию. Курортный край, да? Да. А дело было следующим образом. У нас действительно украла подсудимая. 92 тысячи 376 рублей предназначить для выплаты пенсии. 5 февраля пришла к матери на работу рано с утра. И что-то нервничала, дергалась. И постоянно поторапливала. Пойдем, 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 пойдем. Но на маршрут. В результате сама схватила сумку, выбежала на улицу. Мама замешкалась, пока одевалась, пока собиралась. Это мадам залезла в сумку, вытащила деньги, забрала их себе. Матерь отдала сумку уже без денег, соответственно. Потом по какой-то там надуманной причине, соответственно, убежала от мамы. И дома у нее уже были собраны вещи. Она села на поезд, проходящий до Москвы. И оттуда уже в Солнечную Абхазию. Прогуливать дальше денежки, да? На сумке, кстати, обнаружены отпечатки пальцев подсудимой. Поехала в Абхазию, где пробыла 6 дней. 6 веселых, очень таких вольготно проведенных дней. Когда уже на поход 14 февраля задержали подсудимую, никаких денег при себе не было. Делали запрос на железную дорогу. Там отследили ее маршрут. Как она путешествовала, где останавливалась. И так далее, и так далее. Очень девочке просто надоело жить в многодетной семье. Надоело бедность и нищета. Решила устроить себе праздник. Валерия Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот вы мама Наташи. И так получается, что вы одновременно, собственно, и ее представитель, и потерпевшая. Расскажите, что произошло у вас, точнее, 5 февраля? Как обнаружили, что деньги были украдены? Ваша честь, я мама этой непутевой девахи Наташки. В тот день, 5 февраля, я, как обычно, была на маршруте. Пошла пенсии нашим пенсионеркам разносить. Пришла вот к бабе Свете. Уже и сумку почтальонскую свою достала. И ведомость нашу почтальонскую. Ну, где они расписываются. Глядь, а денег-то и нет. Я уж и сумку вот эту вот, кстати сказать, всю прошукала. И по карманам посмотрела, нету. Я сроду, ваша честь, копейки не взяла. Меня все знают, я честная. И думаю, ну, может, выпали где-то. Или что, Аля, как бывает-то. Пошла обратно, а там снег, метель, мороз на улице. Я иду, реву по дороге. Я не знаю, куда они подевались. Обсмотрела каждую дорожку, каждый сугроб. Прихожу домой, а Наташки-то и нету. Убежала, видать. А скажите, пожалуйста, а как вы поняли, что именно убежала она? Ваша честь, так я после этого на следующий день на поселок вышла. Ну, за молоком. Смотрю, бабы наши шушукаются соседские. И Любанька-то билетерша говорит, что Натаху мою видала на вокзале. Она деньги из сумки доставала. А Любанька-то моя и спрашивает, ну, билетерша наша. Говорит, а куда, Натах, без мамки-то в такую погоду-то, в такую пору? А она отвечает, я, говорит, мама загреповала у нее. Ну, я, то есть. И надо в райцентр за лекарствами от температуры съездить. А потом деньги стала доставать на билет. У нее там пачка и выпала. Большая сумма денег, между прочим. Любаша сказала. Да, там дело в том, что, ну, показания этой самой Любови Николаевны есть в материалах дела. И когда подсудимая приобретала билет до Москвы, она засветила, и у нее выпала. Деньги были сложены уникальным образом, непосредственно для выдачи пенсий. И у нас потерпевшие их еще бумажками такими. Вот, вот, Ваша честь. Вот мои ленточки, я ими так всегда деньги и перематываю. И еще фамилии пенсионеров на них пришло, чтобы не перепутать. Соответственно, еще одно дополнительное доказательство, неоспоримо подтверждающее вину. Так, значит, из соцкарты вижу, что учишься она посредственно. Пропускаешь уроки, несколько раз дралась, распивала алкоголь в общественных местах. Валерия Сергеевна, расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях с дочерью. Почему вы сразу так повзяли и утверждаете, что это Наташа украла деньги? Да, какие отношения, Ваша честь? Нормальные отношения, такие, как у всех в нашем поселке. Учится она, ну, средняя, правда, стройки на четверку перебивается. Но она у меня, Ваша честь, ленивая, но глуповатый чуток. Ну, она как придумала. Ляпнет что-нибудь сгоряча, но вообще она деваха добрая. Но вот, что деньги она взяла, я уже верю. Ну да, Наташа, ты понимаешь, что ты пять человек, пять пенсионеров оставила без средств существования? Люди месяц этот сидели на хлебе и воде, пока ты шиковала. Ну, я представлял там маршрут, что да, через Москву, там, в Абхазии. Она остановилась такой в хорошей четырехзвездочной гостинице. В ресторанах себе ни в чем не отказывала, там, в спа ходила, там. Ну, просто на широкую ногу. Ну, за шесть дней вот всю сумму она ей протратила. Единственное, только все вроде здорово, да, молодец. То есть, продумала, да, праздник себе устроила, подарок. Единственное, ты огромную глупость совершила, ты забыла о том, что регистрируешься ты, когда куда-то едешь, когда где-то регистрируешься. Все это входит в единую базу, а ты регистрировалась по своим документам. И все, ну, документы, подтверждающие все твои передвижения, все твои расходы в материалах дела есть. Чего ты еще отрицаешь? Как вообще здесь можно? Не стыда, не совести, что ли, нет? Ну, хорошо. Ну, хорошо, я украла деньги, че? Вот молодец, рассказывай, конечно. Натах, да как ты могла семью позорить? Вот вырастила-то оторву, а? Да как тебе не стыдно, в кого ж ты уродилась такая-то, а? То есть, ты все-таки сознаешься, но в содеянном не раскаиваешься. Что за цинизм, я поражаюсь с этой молодежью. Я прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Ну, да. Господин прокурор, а можно, ну, без срока на три года? Не надо, как без срока, так мама. Ну, порывайте ее и все. Мама, вот порываюсь в следующий раз опять так. Дочка все-таки родная, а? Дочка все правильно. Дочка абсолютно беспринципный человек. Тихо. В действительности, созналась моя подзащитная о том, что деньги эти она взяла. Опять-таки, я, как всегда, вот каждое дело, мотив, мотив, мотив. Вот по поводу мотива, хотел бы сказать, необходимо выяснить все-таки, почему она это сделала. И думаю, что сейчас вот тот свидетель защиты, который придет, вот он вас убедит, что нельзя мою подзащитную жестоко и сурово наказывать, вот, а нужно действительно снисходительно к ней отнестись. Это Валяева Светлана Михайловна, это вот именно та пострадавшая пенсионерка, одна из тех пенсионеров, которые пострадали, да, у которой эти деньги украли. Но у нее есть обращение к уважаемому суду. Прошу. Прогласите, пожалуйста, Валяеву Светлана Михайловна. Фактически, человек, которого обокрали, будет свидетель защитой? Сюда присаживайтесь. Светлана Михайловна, значит, вы, присаживайтесь, пожалуйста, значит, вы одна из тех пострадавших от действий Наташи и, соответственно, пришли сюда. Как вы сами-то оцениваете ее поступок? Я, конечно, понимаю, что Наташа поступила плохо, знает прекрасно, что наши пенсии маленькие, край наш суровый, тяжелый, и поселок маленький. Я живу, нет никаких родных, обратиться за помощью не к кому. И вот, конечно, украла она эти наши деньги. Месяц пришлось голодать. С воды, как говорится, хлеба на воду перебивались. Посыплю песочком хлебушка, запью, и, ну, ничего, месяц претерпела. От лекарств пришлось отказаться, денег не было, не на что было брать. Но мне жалко девочку. Мать у нее бестолковая. Но наброжала же пятерых детей от разных мужиков. Ну, что это такое? Никто алименты не платит, ни один замуж не взял ее. Но, конечно, Наташка приходилась в этом семействе и нянчиться с детьми, и все. И мне ее очень жалко. Я ж пришла по другому поводу. Я ж принесла письмо. Мы потерпевшие собрали все подписи и заявления к вам, обращения, чтобы не судили девочку строго. Спасибо вам. Она же в тюрьме еще хуже станет. Из тюрьмы никто лучше не пришел. Спасибо вам огромное. Судебные прессы. Смотрите, все подписи у нас имеются. Фактически загладила бред, ваша честь. Дело прекращать надо. Малолетка она еще, жалко ее. Впервые, тем более. Хорошо, суд принят во внимание данное письмо и мнение пострадавших пенсионеров. Но почему, по вашему мнению, Наташа все-таки могла совершить такую кражу? Да молодая она, глупая, неопытная. Красивой жизни хотелось. А где она, красивой жизни? В кино только. Нет, папа, простите меня, пожалуйста. Мне жаль девчонку. Мам. Мне жаль, очень девчонку. Мам, я просто на море хотела посмотреть. Ну что, нагулялась на море-то? Посмотрела? Так, ваша честь, как видите, даже пострадавшие от действий Наташи пенсионеры просят о снисхождении. Потому что моя подзащитная совсем не злодейка вот такой, какой ее представляет, а прокурор. Здесь нужно еще все-таки одного свидетеля защиты допросить. Это одноклассница подсудимая, Рябова Людмила Михайловна. И тогда мы полную мозаику получим, ваша честь, того, что произошло. Пригласите, пожалуйста, Рябову Людмилу Михайловну. Сюда присаживайся. А скажи, пожалуйста, Люд, вот тебе что-то известно, почему Наташа украла из маминой сумки вот деньги, которые предназначались пенсионерам? Что-то рассказывала она тебе об этом? Ну, она не то, чтобы рассказывала. Понимаете, мы с Наташкой лучшие подруги с самого детства, вот. И она о всех своих проблемах мне рассказывает. Так вот, Наташка с самого детства переживала по поводу того, что она не знает, кто ее отец. Когда в школе на ней издевались, она всегда говорила, вот был бы у меня папка, он бы за меня бы заступился. Ну, конечно, вы представляете, в семье без отца расти. Но это же вообще некому заступиться даже за дочь родную. И однажды она пересмотрела вот этих родственных передач по телевизору и заявила мне, что надо разобраться, почему это она в семье одна темненькая. Мать-то у нее светленькая, братья и сестры у нее тоже светленькие. Вот. И она решила поспрашивать соседов, вдруг они что-то знают. И одна бабка ей сказала, что мать ее из отпуска вернулась с пузом из Абхазии. Вот она все и поняла. Ваша честь, не судите девочку строго. Она же отца искала. Ой, дура. Наташ, скажи, пожалуйста, почему деньги решила украсть? Я просто, я с детства пыталась узнать, кто мой отец. Я очень, очень завидовала детям, у которых он был, которых он носил на закорках. У них же были отцы. Я, представляете, я его нашла. Я нашла его в Абхазии, написала ему письмо. Он был очень-очень рад, что у него есть дочь. Но он не мог приехать, потому что он после войны остался инвалидом. И тогда я совершила ужасный поступок. Я украла деньги. И на эти деньги я поехала в Абхазию к нему. Его все кинули, потому что он без ног остался для всех обузой. Ты что несешь, идиотка? Какой отец в Абхазии? Я тебе от Витькин, тракториста, родила. Он цыган черный. Ну, вот ты такая получилась бестолковая. У него шестерополазка сидит. Я не хотела, чтобы ты своей рожей в его семье светилась. Если бы у нас была, не сувалась к нему. Ты, ты... Ой, дура пропащая. Какая Абхазия. Вот видите, что произошло. Девушка мечтала все время найти своего отца. Да, хотела, естественно, знать, где он. И, в конце концов, нашла его, как ей казалось, но нашла его в Абхазии. Ну, вот видите, как одна бабка сказала, вот эта вся информация недостоверная накапали тебе на мозги. Вот ты и повелась на все это, да, на все это вранье. Нашла абсолютно чужого человека. Тот, естественно, сказал, что да, он действительно отец. Она прихватила большую сумму, поехала выручать якобы отца. Да, этот человек оказался мошенником, но, естественно, больным человеком он был. Он потерял ноги, да, и поэтому она на его лечение все эти деньги ей отдала. Ваша честь. Ваша честь, простите меня, пожалуйста. Я больше никогда никому не поверю. Вам, Свет, простите меня тоже, пожалуйста. Я вам картошку весной собственноручно посажу, честное слово. Меня обманул чест Абхаз. Браво! Что? Прекрасный спектакль. У вас будут самые главные роли в драмкружке в колонии. Прям, знаешь, вот это вот... Ну, уж не надо так строго. А у нас свидетель просто есть обвинения, Челмаз Алгур Иналович, который расскажет, как на самом деле она тратила украденные деньги. Можно пригласить его в зал судебного заседания? Пригласите, пожалуйста, Челмаз Алгура Иналович. Натаха, почему он говорит? Присаживайтесь. Алгур, скажи, знаком с Наташей? Да, Ваша честь, я знаком с ней. Я живу в Абхазии, работаю официантом в гостинице. А с Наташей познакомились в соцсети. Она мне, кстати, не очень понравилась сразу же, потому что я люблю блондинок с тонкой талией. Но она мне постоянно написывала, писала о том, что влюбилась в меня, присылала кучу фотографий, картинок, прочей ерунды. Но я всегда подчеркивал и говорил ей, что между нами ничего не может быть, и я ей ничего не обещал. А потом она написала, что уже едет ко мне, мечтает, чтобы я стал ее мужем. Вот. И спустя 4 часа она уже была в отеле зарегистрирована, где я работаю официантом. Вот. И сказала, что у нее есть сюрприз для меня на 14 февраля. И до этого дня мы с ней всегда отдыхали, гуляли. Она приглашала меня в рестораны, кино, клубы. Мы с ней тусовались только как могли. Потом она наступила 14 февраля. Она надела белое платье, кстати. Ей оно вообще не шло. Вот. Заказала шампанское в номер, в отель. Дорогой ужин. Подарила золотой перстень. Таким образом, Ваша честь, она сделала мне предложение жениться на ней. Ну и что? Ну, естественно, Ваша честь. Мы с ней гуляли, отдыхали, даже переспали пару раз. Но я ей ничего не обещал. Не жениться, ничего. Ты отказал после такого? Естественно, я отказался, Ваша честь. Сердца у тебя нет. А вообще я не понимаю, Ваша честь. Но погулял. Как женщина может себя так вести? У нас так не принято. А вечером того дня я узнал, что вот ее арестовали. Якобы она украла деньги. Это вообще что? Это какой-то кошмар. Я выйду замуж за какого-то тракториста. Значит, он к 30 годам запьется. Я нарожаю ему кучу детей. Мы будем перебиваться на маленькой зарплате. Зарплата, все, да? А я хотела увидеть море. Я хотела любви. Я хотела любви любой ценой. Вот и все. Суд удаляется для вынесения проговора. Далее в программе. У нас в классе девочки стыд и срам. Он взял и перед всем классом помочился на учебник математики. Шубин, это позор. 16-летнего Петра Шубина обвиняют в том, что он напал на учительницу, заклеил ей рот скотчем и жестоко избил. Петр говорит, что сорвался. Учительница довела его постоянными придирками и унижениями. Так ли это? Что на самом деле произошло в классе в тот день? Судье предстоит узнать много неожиданного. Абрамову Наталью Сергеевну признать виновной по части 2 пункта В статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет. Наташа, во-первых, ты сдержи свое слово, когда раз уж ты пообещал, что своими руками картошку поможешь всем пенсионерам посадить, вот все-таки это надо сделать. Раз уж суд счел возможным, не наказывать тебя реальной мерой наказания. Это первое. Второе. Давай-ка с тобой договоримся. Да, я тебя понимаю, что, наверное, в вашем поселке нет перспектив, как ты говоришь, и твое желание оттуда уехать, оно тоже нормальное желание. Никто на тебя не затаил зла. Так, может быть, и тебе стоит действительно показать, что ты не зря все это сделала, что действительно из тебя есть толк, и суд правильно поступил, что не наказал тебя сурово, понимаешь? Вот и докажи всем, что из тебя вырастет достойный человек. Будешь зарабатывать, значит, будешь матери помогать. Понимаешь? Вот и все. А ты на сегодняшний день это можешь вполне достойно и работать, и помогать. Судебное заседание закончено. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Шубин Петр Семенович. Петр Семенович, полных лет сколько? 16. Обвиняешься по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации в причинении вреда здоровью средней тяжести. Так, 13 февраля 2018 года, после окончания уроков, ты остался в классе с учителем математики Тихоновой Аллой Петровной. После словесной перепалки напал на нее, оглушил по голове вазой, заклеил ей рот скотчем и избил. У Тихоновой закрытая черепно-мозговая травма, перелом трех ребер, разрыв селезенки. Так все и было? Ну да, я виноват. Мне нашло что-то, понимаете, Ваша честь. Не хотел я бить эту училку. Как-то все само собой получилось. Алла Петровна... Алла Петровна оставила меня после уроков. Ну, еще сказала мне то, что я мешал ей вести ее урок. Видите ли, я громко смеялся и кричал. Да, мешал. Еще потом пригрозилось меня к директору отвезти. Но я увидел эту вазу и понял, что надо ее остудить, воду ей в лицо вылить. Ну и переборщил я немного. В общем, ударил я ее вазой по голове, и она упала. После этого я увидел скотч на столе и решил ее рот заклеить, чтобы она не кричала. А пока рот заклеивал, я все вспомнил. Все обзывательства, все обиды. Я вспомнил, как она меня при всем классе самым тупым называла. Но не мог я этого терпеть. Понимаете, Ваша честь? Ну, как-то само собой, что ли, это все получилось. Все как-то ножки сами били, да, ваза сама упала на голову. Стул тоже напрыгнул, да, на нее сам? Ну, как вам сказать? Ну, стул тоже мне под руку попался. Случайно. А что это за надпись у нее на лбу? Это ты написал? Мы не носороги? Это ты о ком во множественном числе это? Да, это я написал. Я вспомнил, как она меня и всех наших одноклассников обзывала. Она постоянно говорила, вы мои носороги, видите ли, любя, да бесила это, понимаете? Ну, не мог я этого терпеть. Кто вас обзывал? Кто вас обзывал? Мы не носороги, вы понимаете? Я взял Маркин. Написал ей на лбу, мы не носороги, чтобы на всю жизнь запомнила. Не могу я этого терпеть. Алла Петровна, простите меня, пожалуйста, я виноват. Очень интересно, да? Чуть-чуть мешал вести урок. Чуть-чуть. Совсем, как-то, на донышке, да? Там 13 февраля действительно оставила после уроков, ну, как-то разобраться, да, как-то воспитанием заняться человека. Дело в том, что это чуть-чуть было. Человек демонстративно на уроке помочился на учебник. Да я попросил ее, говорю, Алла Петровна, можно выйти, пожалуйста? Он говорит, нет, осталось 20 минут, потерпишь. Ну, не мог я терпеть, ваше честь. Ты не в первом классе, Шубин. Ну, взял я учебник, ну, нахуй я на него. Ну, что здесь такого? Классика. Само собой, все само собой. Вот все случайно, все не виноват, все как-то заставили тебя, что ли, кто-то высшие силы, я не знаю. Там все, ну, вот все очевидцы, все, да, одноклассники. Человек встал, достал учебник, достал, ну, не только учебник, и начал, не знаю, списывать прямо при всем классе на этот самый учебник. Да нахал! Она, ну, учительница, потерпевшая, сказала, ну, ты что творишь? Возьми тряпку, убери. Тут человек немного одумался. Действительно, взял и убрал, да? Но вопиющий, ужас же, да, кошмар такой, увидеть на уроке, там, девочки же в классе. Решил оставить после уроков человека. А тут вот как с цепи сорвался, начал избивать, во-первых. Ну, сначала дерзить, ругаться, да, там, видимо, себя запаляя, запаляя, запаляя. Вот. Потом начал избивать. Потом, соответственно, заклеил рот скотчем, чтобы не могла кричать, позвать на помощь. Об голову вазу разбил, стулом бил, потом ногами избивал. Там повреждения просто, ну, я не знаю, такое ощущение, что убить хотел человек просто-напросто. Ну, вот написал эту надпись. Я говорю, написал бы себе на лбу, я не на сорока, она бы запомнила, не называла бы тебя так. Вот. Ушел из школы, лежала больше получаса в таком состоянии у нас потерпевшей. То есть она в бессознательном состоянии находилась? Ну, да. А вот то, что ты оставил-то учителя в таком состоянии, это как для тебя, само собой разумеющееся, что ли? На что ты рассчитывал? Не соображал я, что делаю, Ваша честь. Ну, в состоянии аффекса, что ли, я был. Какого аффекта, блин? Проводили, естественно, у нас несовершеннолетние, проводили психолого-психиатрическую, абсолютно вменяемо, отдавал отчет своим действиям. Вина доказана полностью. Понятно. К счастью, 112-е на здание тяжелее. Это у нас вред здоровью. Поэтому просим назначить наказание, ведь трех лет лишения свободы. Понятно. Какие три года? Да, успокойся. Алла Петровна, нормально, ты совершаешь преступление, извиняешь. Ну, я тут вас убил, ну, ничего, я перед другими потом извинюсь, и нормально все будет. Алла Петровна, расскажите, пожалуйста, почему у вас настолько не сложились отношения с учеником в классе? Ваша честь, дело в том, что я со своей стороны всегда пыталась наладить отношения с Шубиным. Знаете, он трудный подросток. Ну, в принципе, как мы знаем, подростков с легким поведением вообще не бывает. Они все с какими-то своими заскоками. Но это особый случай, Шубин. Он самый сложный не только в В-классе, он самый сложный вообще в нашей школе. Это могут подтвердить ученики, потому что со своей стороны он непрестанно грубил, хамил мне, другим ученикам. Пожалуйста, спросите в классе других учеников, они вам то же самое скажут, что и я. С математикой, знаете ли, Ваша честь, у него всегда были сложные отношения. Я ему ставила заслуженные двойки и тройки. Но вместо того, чтобы Шубин заняться предметом и изучать математику, что ты делал постоянно? Ходил ко мне, качал права. Да какие права? Ничего я не качал. Да в смысле? Ходил. Постоянно ходил, Ваша честь, Шубин. Знаете, есть тут еще одно обстоятельство. Говорят, что у него мать одна содержит семью, так как его отец сидит вроде бы за кражу. Да какое вы право вообще имеете прямо у отца? Я имею право, потому что Ваша честь, вот, вот дурная наследственность на лице и на лицо, как говорится. И особый цинизм, я вижу в том, Ваша честь, что он хотел убить меня в мой собственный день рождения. Ведь у меня в тот день день рождения был. Он это все заранее спланировал, так, Шубин? Ну так а что это за конфликт-то был, после которого он на вас напал? Дело в том, что в тот день он опоздал на мой урок. Он пришел позже, с порога начал мне хамить, отпускал какие-то грубые шуточки. Да, Шубин? Сорок пять, баба ягодка опять. Было такое? Но я постаралась не отреагировать на это. Я ему сказала, пожалуйста, Петя, садись за парту и начинай писать вместе со всеми учениками тестовые задания. Но он посидел пять минут, Ваша честь, над своей тетрадочкой и потом устроил этот цирк с туалетом. Он у меня начал проситься в туалет, так, Шубин? Хотя ты только что вошел с переменной на урок. Остывалось немного времени до конца урока. Нужно было дописать тестовые задания, я бы его выпустила. Но он же не в первом классе, но можно потерпеть. Но вместо этого, вы знаете, что он сделал? Он такой позор устроил. Вот здесь сказали. У нас в классе девочки стыд и срам. Он взял и перед всем классом помочился на учебник математики. Шубин, это позор. Марина Владимировна, скажите, пожалуйста, а вы-то знали о конфликте вашего сына с учителем математики? Почему ничего, никаких мер не предпринимали? Ну, а что я могу сделать? Ему совершенно наплевать на мое мнение. Вы понимаете, Ваша честь, все началось, когда его отца посадили. Вот его учителя в школе постоянно гнобят. Чуть что сразу напоминают, что у него отец зэк, что он из плохой семьи. В спецшколу его даже хотели перевезти. А за что? Ведь он всегда учился хорошо, он старался, он всегда хотел быть для всех хорошим. Ну, а когда понял, что на нем клеймо заранее поставили, так он обозлился. Ну, шалит теперь. Шалит, мальчик шалит просто. Он у нас шалун. Шалит и извиняется. Шалит и извиняется. Просто, видимо, привык уже с маленьких лет. Дело в том, что общались, естественно, и с преподавателями, и с одноклассниками. Вот маленький перечень шалостей. Например, мальчик взял и закрасил доску черной краской в классе. Мама потом платила за новую доску. Потом взял, изрезал вот этот снаряд козел, он изрезал его полностью. Опять же маме пришлось платить. Пардон, фекалий собачий взял, принес на стул учителю, положил в мешочки. Родители жалуются там неоднократно. Действительно, очень трудный мальчик. Постоянно конфликты, постоянно драки, портит чужое имущество, режет одежду, рюкзаки у одноклассников, у других школьников. Там, я не знаю, тупость вот этой кнопки в кроссовке, прибить обувь в полу. Я не знаю, ну... Ясно. Марина Владимировна, скажите, пожалуйста, а с ним работал школьный психолог-то? Да, работал, ну а что толку? Вот неделю пройдет, он говорит, да, я все понял, все осознал, а через неделю опять он то поругается с кем-то, то на него кто-то начнет опять что-то нести. Ну, вы понимаете, ваша честь, я все стараюсь, все делаю для него. Ну, мы с ним ездили на зону к отцу, он видел, как ему там не сладко живет, как ему там плохо. Ну, неужели ты хочешь повторить путь отца? Ну, ты же видишь, что там никакой романтики нет. Ваша честь, ну, пожалуйста, ну дурачиться парень, ну не наказывайте его так сильно. Да нет, это не совсем дурачиться. Он исправится, он работать должен. Я бы не хотела в школе оставлять его там. Смотрю, характеризуется он отрицательно. Постоянно работает с ним школьный психолог. И его гнобят. Эффекты это не приносит. А вот от соседей только хорошие отзывы. Помогают пенсионерам, приносят им продукты и лекарства. Почему так, Петь? В доме тебя любят и уважают, а в школе как будто ты совсем другой человек. У тебя что, конфликт с одноклассниками что-то? Я плевал на этих одноклассников. Я сам по себе. Он сам по себе просто. А у нас, понимаете, в чем дело? У нас конфликт этот затянувшийся. Уже эта неприязнь длится довольно давно. Имеет свидетель обвинения Куликов Дмитрий, который учится вместе с подсудимым. Вот его, если можно пригласить в зал судебного заседания, он как раз и расскажет о вот этих затяжных конфликтных отношениях. Присаживайся. Скажи, пожалуйста, Дим, ты одноклассник Петра, да? Да. Что он действительно себя так вызывающе ведет в школе? Ну, Ваша честь, вы знаете, Шубин, он среди нас всех считается как бы клоуном. Ну, то есть никто его серьезно не воспринимает особо. Но так поржать можно, в принципе, его взять с собой на тусу, ну, как мы, собственно, иногда и делаем. Проблемы у него, в принципе, со всеми, да, как бы, с ним никто особо и не общается. И, кстати, ни у него одного проблемы есть. То есть, насколько я знаю, у него мама тоже с Аллой Петровной были какие-то терки давным-давно. Ну, то есть она работает посудомойкой, а денег-то у них как бы особо и нет, они довольно бедные. Ну, и, собственно, что, Алла Петровна как бы взяла его маму, ну, то есть подрабатывать там, типа, в доме поочистить что-то такое. То есть, ну, как домохозяйки там, что-то в этом духе. Вот. Ну, а у мамы-то как бы его, ну, в смысле у Аллы Петровны бывший муж бизнесмен, в общем, хороший. И платит ей солидные алименты. И, видно, его мама как-то прощухала то, что можно ее на бабки там опрокинуть что-то в этом духе. И поперла на нее, то есть говорит, типа, эй, там, дай мне денег, то есть ты мне недоплатила, что-то такое. А она, ну, и Алла Петровна, соответственно, ей говорит, ну, то есть, что за бред, типа, вообще, я вроде все, ну, как бы, все заплатила и нормально, как бы. Ну, и, собственно, что, она ее выгнала, естественно, с работы. Вот, а Петюня потом приходит в школу и, собственно, говорит Алле Петровне, то есть, мол, за что вы так с моей мамой-то поступили? Ваша честь, Алла Петровна мне не заплатила за целый месяц работы. Когда я вам не заплатила? Что вы такое говорите? Да, я убрала все, Ваша честь, чисто, даже вот не придраться, ведь не пылинки. Не правда, не правда. Это же хамство. Дайте мне сказать, а что такое Ваша честь, что я держу домработницу? Почему она меня дурнула? У меня есть деньги, я плачу своей домработнице. Вы мне не доплатили, как вы мне доплатили? У меня проблемы со здоровьем, к тому же я работаю целыми днями, нахожусь в школе. У меня больная спина, а теперь после того, что со мной сделал ваш сын, у меня вообще спина настолько болит, что я не согнуться, не разогнуться не могу. Мне нужна теперь реабилитация, санаторий. Мне кто, Ваша честь, это все будет оплачивать? Вы турнули меня, когда все поняли, что вы взяли в прислугу мать своего ученика? Да какая вы учительница? Неправда. Вас вообще нельзя до детей допускать, Ваша честь. Что вы говорите? Ваша честь, я прошу, раз пошло такое дело, рассказать еще один случай. Дело в том, что однажды после уроков я тоже попросила остаться Шубина, потому что он вызывающе вел себя на уроке математики. И после этого он на перемене в туалете подождал, подождал, подсмотрел, когда моя дочка пройдет под окнами туалета, взял ведро с грязной водой, который мыли туалет, и просто моей дочери вылил на голову, представляете? И его тогда еще надо было посадить, и его мама приказала ко мне на колених, и просила, не сажайте моего сына, вот как сейчас, умоляла. Ваша дочка вообще хамка, а сын ваш уголовник. Почему вы обзываете моих детей? Какого права не имеете? Дамы, все, давайте остановитесь, давайте все-таки вернемся к судебному разбирательству. У нас просто есть еще один свидетель обвинения, еще один одноклассник. Это Журов Илья Васильевич. Пригласите, пожалуйста, в зал. Пригласите, пожалуйста, Журова Илью Васильевича. Саживайся. Скажи, пожалуйста, Илья, ты учишься вместе с Петром? Да. Ну, скажи, а находился в тот день, вот присутствовал во время конфликта вот с этой Аллой Петровной? Да, я там был. По-моему, Шубин, он просто неадекват. Понимаете, у него есть идиотская привычка. Он постоянно смеется, когда его унижают, оскорбляют. Даже когда ему по морде дают, он все равно улыбается. А это еще сильнее, бесит. Также он еще постоянно всех провоцирует. Как-то подошел ко мне, взял мой учебник и просто его порвал. Я ему говорю, ты офигел? А он стоит и так же улыбается. Также он еще выпивает. Я сам видел, как он в туалете, перед тем уроком математики, пиво хлистал. Поэтому ему так сидел в туалет тогда и захотелось. Еще мы с пацанами как раз видели, что он подкуривает. И не просто сигареты, как понимаете. Он предлагал с ним пыхнуть, но мы этим делом не убегали. Что ты кунишь-то, а? Да не было такого. Было, было. Что ты несешь, Илья? Петя никогда в жизни наркотики не употреблял. Пиво, да, он может выпить, но наркотики для него табу. Конечно, конечно. Его дядя, мой старший брат, умер в страшных муках, в вашей честь, от наркотиков. Поэтому для него это табу. А улыбается он и смеется. Так я его так научила. Я ему говорю, если тебе больно, обидно, улыбайся, сынок. Так ты будешь выше их всех, сильнее. Плохо вы своего сына знаете. А то, что у него дядя наркоман, вы этим его еще сильнее спалили. Ну молчи, Илья. Так при чем тут дядя наркоман, в вашей честь? Тут необходимо рассматривать все-таки, почему парня так затравили в этой школе. Я уже не говорю, хотел сказать в классе, но я так смотрю, что в общем и в школе там ситуация такая же. То есть я, когда начал заниматься расследованием этого дела, имеется в виду как адвокат, проводить свое адвокатское расследование, я, скажем, понял, что такое ученическая солидарность. Но это хорошо тогда, когда эта ученическая солидарность проявляется в отношении каких-то хороших, скажем, вещей. И вот эта ученическая солидарность не обращена против одного человека. А тогда, когда она обращена именно против одного человека, это уже называется травля, ребята. Вот, при том травля, возглавляемая старшими, взрослыми и теми, кто обязан эту травлю пресекать. Так вот, ваша честь, я с уверенностью утверждаю, что в том, в чем обвиняют моего подзащитного, этого абсолютно не было. Не было. Вот. А что же все-таки произошло на самом деле и кто же виноват в произошедшем? Давайте мы узнаем от сестры моего подзащитного Шубиной, Софии Семеновны, той самой фотомодели, о которой вот говорила мама. Она нам все расскажет. Пригласите, пожалуйста, Шубину Софию Семеновну. София, ты пришла что-то сказать в защиту своего брата? Да. Ну, слушаем тебя. Я не могу больше молчать, понимаете? Я молчала сначала, потому что меня одноклассники заставили. А потом мать еще прочитала. Не вмешивайся, не вмешивайся. Как я могу не вмешиваться, когда моего брата могут посадить из-за меня? Ну, я потом как жить-то смогу? Я потом не смогу никак жить. Молчи, Соня. Ну, не лезь ты ни в свое дело. Я мужчина. Я сам разберусь. Да не разберешься ты. Хватит уже. Пускай все отвечают. Ваша честь, это началось год назад. У нашей семьи не хватало денег на еду. Мать взяла микрокредит, а проценты взлетели просто немыслимой до небес. Коллекторы нам звонили, угрожали. Ну, я и работать пошла. В модельное агентство меня взяли. Сразу работы давали много. Платили очень хорошо. Но денег все равно не хватало. Надо было еду покупать, элементарно. Я тогда начала работать на этих сайтах. Это о каких сайтах ты говоришь? Ну, это сайты... Вот ты расскажи, расскажи поподробнее там. Там девочки, они в режиме онлайн общаются с клиентами в разных формах и в голом виде тоже. Господи, стыд-то такой. Сестра, хорошо. Соня, стой, ну как же ты могла? Тебе ж теперь все за проститутку будут считать. Ой, господи, ну там же одни ж... на таких сайтах. Тебе ж теперь не отмыться. Ой, господи, какой стыд. Я надеялась, что ты так выйдешь в люди, что замуж удачно выйдешь, а ты... Ой, господи, какой стыд. Мам, потом, подожди. Ваша честь. В общем, там платили очень хорошо. Матери, конечно, я не говорила, что я работаю на этих сайтах. Я говорила, что я как модель просто зарабатываю. Но потом Журов об этом узнал. И он начал мне угрожать. Он меня стебал. Он рассказал одноклассникам. Как я потом могла жить спокойно? А Петька, он просто заступался за меня, понимаете? Он просто не давал меня в обиду. То морду кому-то набьет, то портфель порежет. Но он не виноват, он не делает его. Его заставили одноклассники. Да и математичка тоже. Ну, Алла Петровна, сколько можно бы он нас называть носорогами? То слиниемые, то козлы вонючие. Ну, зачем это оскорбление? Я вас не оскорбляла. Ну, зачем? Я, конечно, понимаю наш класс, который мог отомстить Алле Петровне. Но то, что они моего брата хотят посадить, вот этого я им никогда не прощу. Слышите? Они специально ему сказали, что если он не сделает так, как они скажут, то они расскажут всей школе, что я проститутка. А я не проститутка, вы понимаете? Я просто... Это было просто фото и видео. Я вообще девственница еще. Ну, как так можно? И они угрожали ему, что они все это расскажут. И заставили его спровоцировать конфликт, чтобы он написал этот дурацкий учебник на уроке математики. А после урока Фаула Петровна его оставила после... После урока оставила его в классе. И надо было ударить просто по голове ее. А класс в это время стоял за дверью. Они просто смотрели и ждали, когда она вырубится, когда просто потеряет сознание. Потом все зашли в класс и начали ее пинать. Каждый подходил и пинал ее, избивал. Потом они рот ей заклеили. Потом они написали на лбу эту чертову надпись «Мы не носороги». Но Петя стоял рядом со мной. Он не виноват. Он всех уговаривал, что просто не надо так делать. Это нельзя. Вы что, с ума сошли? Да что вы за звери такие? Петька не хотел. Петька ничего не делал. Он просто заступался за меня. Он всех умолял. Петь, ты из-за сестры молчал? Тебе лучше. Ну не мог я свою сестру в беде оставить. Понимаете, Ваша честь? Они и так ее гнобили всю школу. А мне сказали, если я это не сделаю, то они ее потом за проституцию сдадут. Мать мою потом обвинят в том, что она притом в доме устроила. То, что своей дочерью торгует. Вы понимаете? Ну не мог я здесь не согласиться. Пошел я на поводу этим уродом. Сам урод. Открыл я дверь им. Оглушил я ее. Запустил. Ну честно, Ваша честь. Ну я не думал, что они будут ее прям бить дубастину. Я думал так, ну посмеются немного, поиздеваются. Я честно пытался остановить их. Пытался. Но они мне говорят, да она заслужила. Да с ней и так можно. Ну что Илья с Димой? Так все и было? Будьте хоть мужиками. Слился. Молодец, петушок. Сдался. Ты заткнись, урод. Ты меня сейчас получишь. Слышите. Петя. Петя. Больной. Петя, сынок. Просто больной. Ваши, что происходит вообще? Он вменяемый? Дети, да как вы могли вообще? Как вам такое в голову могло прийти всем классам? Вы же не двери, вы же люди. Да вы сами виноваты. Мы сколько раз вас просили. Не оскорбляйте нас. Мы вам не носороги. Мы вам не овцы. Мы вам не свиньи. Мы вам не дети, которых можно просто оскорблять, как вам хочется. Мы взрослые. Так получается, что ты меня хоть и ударил? Вы, Соня, единственные, кто меня не трогал. А еще даже и заступались за меня. Ваша честь. А можно его не наказывать? Ведь я не знала. Я не знала. Можно его не наказывать? Пожалуйста. Суд удаляется для вынесения договора. Уголовное дело в отношении Шубина Петра Семеновича прекратить. За отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы дела направят прокурору для установления всех участников избиения, которое произошло в отношении Тихонова и Аллы Петровны. Представитель Министерства образования, встаньте, пожалуйста. Суд выносит частное постановление в адрес Министерства образования. Я прошу вас по тому, что вам стало известно в ходе судебного разбирательства, провести служебную проверку в этой школе. Если действительно все факты подтвердятся, что педагог, который оскорбляет, издевается над учениками, неважно как, руками, словесно, это без разницы. Я прошу, чтобы все были привлечены к дисциплинарной ответственности и в случае необходимой, вплоть до увольнения. Судебное заседание закончено. Судебное заседание